Всем привет, это FreeStudio21.com Начинаем читать текст из юнита седьмого Вот он, седьмой юнит The Hard Sale И вот наш текст The Changing Face of Advertising Он достаточно большой И, естественно, в одну часть видео я, наверное, не помещусь Я сделаю две части Это будет первая часть Наша задача, как всегда, ничего особенного Прочесть, понять Слова выписать и выучить И всё такое Итак, изменяющееся лицо рекламы There used to be a time when advertising was relatively easy There were just two or three TV channels maximum And not that many different brands fighting for custom When you put your adverts on TV You were bound to capture thousands of potential customers All at the same time Now, there are hundreds of channels New magazines are coming out all the time The most people are more interested in the net And mobile phones, anyway But people who work in advertising Are too clever and creative To just sit still Here are different ways In which they have adapted to the times Итак, здесь я сделаю паузу Я дошла сюда Что ж Итак, было время, когда реклама Или, скажем так, рекламирование Было относительно лёгким или простым Было только два или три телеканала максимум И не так уж много разных брендов Которые боролись за клиента Когда вы размещали свою рекламу на телевидении Вы гарантированно охватывали тысячи потенциальных клиентов В одно время Сейчас существуют сотни каналов Новые журналы выходят всё время А большинство людей больше интересуются интернетом И мобильными телефонами Но люди, которые работают в рекламной сфере Слишком умны и креативны Чтобы просто сидеть и ждать Дальше несколько способов Какими они адаптировались к временам Скажем так Итак, что у нас здесь интересного Обратите внимание У нас стоит used to А мы все помним, что used to означает Что когда-то действие происходило А сейчас оно не происходит Поэтому его, в принципе, можно вообще не переводить Но если вы всё-таки хотите То его можно переводить словом раньше Раньше в том смысле, что раньше было А сейчас нет Далее Relatively относительно Относительно Релятивизм и relativity И всё такое Короче говоря, относительно Далее ничего такого особо интересного Далее Not many different ways Fighting for custom Вот это интересное выражение В принципе, я думаю, что многие встречали нечто подобное Но, скорее всего, встречалось customer Вот таким образом Клиент Покупатель Здесь у нас стоит слово custom Что имеется при этом в виду Fight for custom Бороться за клиентуру То есть, это клиент в общем смысле этого слова В абстрактном Поэтому, если вы встречаете слово custom Помимо других вариантов перевода Которых у него довольно много Это ещё клиентура То есть, бороться за клиента В собирательном понимании этого слова Клиентура Далее Advert Обратите внимание Advert Это реклама Именно реклама Как ролик рекламный Или там чего-то ещё Флайер Там не важно, что это Элемент рекламы, скажем так Это не реклама как процесс Какой-то деятельность Это реклама как, собственно, реклама Которую мы видим Далее You were bound to capture You were bound Если дословно это перевести То вы были обречены Охватить там аудиторию и так далее Вы гарантированно охватывали аудиторию Capture Вот это Охватить В принципе, можно говорить захватить Но это как-то не звучит Далее Hundreds of channels Здесь, в принципе, всё понятно Coming out Обратим внимание ещё на это выражение Это выходить в свет Выходить в свет Речь идёт о печатных изданиях О газетах О журналах И так далее И тому подобное Издаваться, короче говоря All the time Всё время Далее Далее, в принципе, тоже ничего интересного Обратите внимание Слово net Это в смысле интернет Это в смысле интернет Далее Что у нас здесь ещё? Anyway По-любому, как говорят Или в любом случае То есть, несмотря ни на что Хоть там и сотни каналов Хоть там и тонны журналов А всё равно народ интересуется Больше интернетом Поэтому я могу написать Что это всё равно А могу написать в любом случае Или по-любому Как народ говорит Далее Далее, в принципе, тоже Ничего такого особо Невероятного Сейт стил Если дословно Сидеть спокойно Но здесь Сидеть сложа руки Я бы так это перевела В контексте Сидеть сложа руки То есть, ничего не делать Далее Слово ways Не ведитесь, пожалуйста Люди очень часто делают Трагическую ошибку Они переводят слово way Как слово путь Так вот В 80% случаев Слово way переводится Как угодно Только не путь Это способ В данном случае Это способ То есть, есть разные способы Какими Они адаптировались К настоящему времени Едем дальше И так что Что мы имеем здесь Значит С самого рождения Рекламы Привлечение Как бы это сказать Лучше Ну, скажем так Привлечение Звезд Или Нет, не звезд Лучше сказать Привлечение знаменитостей Привлечение знаменитостей Для поддержки продукта Всегда было Очень мощным инструментом Значит Заполучить Известную Голливудскую звезду Чтобы она Использовала Ваш бренд Всегда было Как говорится Верным средством Убедить Всю публику Вокруг вас Следовать Этому примеру Но это Также Может стоить Компании Целое состояние Итак В наши дни Почти любое Крупное событие Такое как Вручение премии Грэмми Имеет Ну, скажем так Наряду с этим событием Проходит еще Раздача Раздача подарков Знаменитостям За сценой Вот так Итак Что у нас здесь Интересного Барс Рождение Рождение Ну, как рождение Без всяких Без всякого Celebrity endorsement Вот это очень Интересная фраза Если дословно Привлечение Знаменитости Для поддержки Продукта Для рекламы Вот это слово Endorsement Если его перевести Дословно Это поддержка И не обязательно Это рекламная поддержка Это может быть Любая поддержка Ака сопровождения Но здесь это рекламная Естественно Рекламная поддержка Это в контексте Далее Что мы имеем Еще интересного Так Пожалуй Powerful tool Мощный инструмент Я думаю Это ясно Далее Icon Икона Если дословно Ну, понятно Что это не дословно Icon Это Ну, будем говорить Образ Это даже Даже не сам человек Здесь имеется в виду Человек Это в принципе Celebrity Можно было сказать Но в каком-то смысле Celebrity И Icon Очень похожи Между собой То есть я переведу Это словом Звезда Чтобы не морочить Себе голову По большому счету Это так и есть Знаменитость Тоже можно говорить Ну, как еще Идол Вот еще так Идол какой-то Голливудский Там очередной Очередная Какая-то Супер-дупер Знаменитость Далее Shua Fireway Вот это Очень интересное Выражение Shua Если вы встречаете Такой Иногда его вместе пишут Не обязательно его писать Через дефис Но Это в любом случае Верное средство То есть серебряная пуля Такая Которая срабатывает Всегда Верное средство Shua Fireway То есть верный способ Как здесь Это верный способ Опять слово Way стоит Далее Далее У нас Convinsing Тоже хорошее Нужное слово Convins Это убедить Кого-то В чем-то Convins Убедить Убедить людей Чего-то делать Далее General public Ну, скажем так Широкая публика Широкая публика Или общая Ну, короче говоря Люди Широкая публика Или просто публика Если вы скажете Тоже будет правильно Далее Вот это интересное выражение Follow suit Follow suit Это Ну, как сказать Следовать примеру Следовать Общей тенденции Вот тоже так Красиво Можно сказать Следовать тенденции То есть Как все делают Так и я Короче Все побежали И я побежал Вот это Follow suit Иногда Follow suit Еще вы можете Встретить Если кто-то Увлекается Картами То это Ходить в масть Это тоже Follow suit Ну, в принципе Логично очень Суд Это масть Или способ Далее Так, что у нас здесь еще Вот это очень интересное выражение Cost to come The company A fortune Обойтись В целое состояние То есть В бешеные деньги Это выльется Привлечение Какой-то звезды Значит Обойтись Обойтись В целое состояние Это если Дословно это перевести Вот это fortune Это состояние Денежное Имеется в виду В целое состояние То есть Стоит бешеных денег Далее Что у меня еще Ну, в принципе Big event Event события Ну, здесь Ну, здесь Grammys Далее Далее Вот это Интересное выражение Celebrity Gift launch Backstage Ну, backstage Это за сценой За кулисами Короче говоря Backstage За кулисами То есть Не на виду Всех Только для Избранного Круга За кулисами А вот это Вот celebrity Gift launch Это Ну, как бы это Сказать лучше Мероприятие Ну, launch Это комната Или какое-то место Какое-то помещение Короче говоря Раздача Раздача Бесплатных Халявных Подарков Раздача Подарков Подарков От разных Фирм Артистам Там В общем Звездам Я не хочу писать Знаменитостям Ибо длинно Очень Итак Что мы имеем Дальше The idea Is simple Celebrities Are invited To a launch Where a range Of companies Have set up Their stands The celebrities Are given Either a Pre Or post Concert Tour Of the stands Where they Are handed Freebies Of all Types At a Recent Event Robbie Williams Was surprised To find Himself Coming Out Of a Launch Clutching A whole Range Of products Including Phone Watches Electronic Cigarettes And an Underwater Camera What do Brands Want In return For all These Gifts Usually All they Are after Is to Have a Photo Taken Of the Celebrity With The Product It Is Understood That The Photo Won't Be Used In Any Advertising Or PR Campaigns But It Will Be Shown On A Company Website Or Maybe On A Social Network Such As Facebook Frank So Bus Is City I Can We What do We What do We Plant Знаменитостей проводят по этим павильонам перед или после концерта, и им вручают бесплатные образцы продукции разных типов. На одном из таких мероприятий Робби Вильямс с удивлением обнаружил, что когда он вышел из этого зала, то сжимал в руках целую кучу разных продуктов, включая часы, электронные сигареты и камеру для подводной съемки. Что же бренды хотят в обмен на все эти подарки? Обычно они желают иметь фото знаменитости со своим продуктом. Понятно, что фото не может быть или не будет использоваться в рекламе или в каких-то пиар-компаниях. Ну, а оно будет показано на сайте компании и, может быть, в соцсетях, таких как Facebook. Итак, что у меня интересного здесь? Какие у меня здесь слова? Так, ну, в принципе, здесь вот это вот. И здесь я не перевела дословно. Celebrities are invited. Так, нет, здесь я как раз дословно перевела. Сейчас я покажу, где я перевела. Нет, дословно. Вот здесь. The celebrities are given is a... И вот это вот все. Значит, если дословно это переводить, то получится не очень красиво. Получится так. Знаменитостям устраивают либо пред- либо постконцертную экскурсию по этим, ну, павильонам. Ну, в принципе, так тоже можно сказать. Ну, мне как-то не нравится. Итак, значит, давайте запишем слово launch. Это будет зал или комната, помещение, hall. Вот, как-то так. Далее, a range of companies. Ну, будем говорить целый ряд компаний. Ряд компаний. То есть, ни одна, ни две, ни три, а много. Ряд фирм каких-то там. Не важно, что это. Далее, что у меня еще интересного? Stand. Слово stand имеет кучу значений. Здесь можно было бы перевести это словом киоск. По большому счету, где-то так оно и есть. Ну, я не знаю, мне не нравится слово киоск. Тем более, ларек как-то вообще не звучит, не солидно. Я напишу стойка или павильон. Ладно, павильон писать не буду. Длинно. Далее. Set up. Устанавливать. То есть, они заранее там устанавливают свои эти павильоны. Set up. Устанавливать что-то. Устанавливать. Далее. Что у меня еще здесь интересного? Так. Ну, в принципе, здесь больше ничего такого нет. Далее. They are handed. Вот это they are handed. Мало того, что здесь спасибо voice. Но, кроме того, здесь слово hand будет переводиться не рука, а вручать. Это глагол. Имейте в виду, что слово hand очень часто так используется. Далее freebies. Freebie это халявный какой-то. Оно иногда вот так пишется. А иногда еще и вот так пишется. У него два варианта написания. Вот. Это бесплатный образец продукции. Короче, бесплатный товар какой-то. На халяву дали. Вот. Далее. Что у меня еще? Of all types. Всех видов. То есть, разных типов. Чего только не дают. Далее. Was surprised. Вот это интересное выражение. Robbie Williams was surprised to find himself coming out of a lounge. С точки зрения грамматики, очень интересное выражение. Ибо здесь, во-первых, ну, начало вроде бы как ничего такого особенного. Здесь самое обычное сказуемое. И дальше. Но. Что дальше? Робби Вильямс был удивлен. Вот эта часть. Хорошо. Все нормально. Дальше. Найти себя. Ну, это если дословно. Выходящим из зала. Вот так это будет дословно переводиться. Сами понимаете. Ну, мягко говоря, не очень красиво. Поэтому получается так. Робби Вильямс с удивлением. Вот это вот surprise я перевожу как с удивлением. Обнаружил. Find. Я не перевожу это найти. Я перевожу обнаружил в прошедшем времени. Обнаружил, что он себя, то есть, выходит из зала. Я перевожу как выходит, а не выходящим. Ну, хотя, в принципе, можно было бы и выходящим сказать. Из зала. И вот дальше слово clutching. Выходящим, держащим. Слово clutching. Многие люди знают, что такое clutch. И правильно, это слово происходит именно от слова clutch. Держать крепко. Сжимать. Прижимать к себе. Держать крепко в руках. Обычно держу руками, прижимаю к груди. Вот как-то так. Держать крепко кучу, прижимать к груди целую кучу всякого барахла. Далее. The whole range of products. Целый ряд продуктов. Целый ряд, короче, вещей. Обратите внимание, что range, у нас уже встречалось range of companies. Я переводила как ряд фирм. А здесь ряд товаров. Тоже как вариант. Далее. Включая там, в общем, часы к телефону. Далее. Ну, в общем, здесь все более-менее ясно. In return. Взамен. Очень хорошее выражение. In return. What do you want in return? А что ты хочешь взамен? Взамен. Далее. For. Обратите внимание, что после in return ставится for. Взамен на... в обмен на все эти подарки. Слово gift. Подарки. Я не буду писать. Я думаю, мы все знаем это слово. Далее. Так. Обычно они... All there after. Вот это интересное выражение. All there after. Все, чего они хотят. Здесь можно интуитивно перевести, не зная даже, что есть такое выражение. All there after. Здесь инверсия, кстати. Все, чего они хотят. Чего они желают или хотят. Или добиваются. Тоже как вариант. Можно и так говорить. Далее. Have a photo taken. Обратите внимание, здесь у нас стоит causative form. Have. Дальше первое дополнение. А дальше второе дополнение. Occupast participle. Далее, в принципе, все ясно. It is understood. Обратите внимание, тоже интересное выражение. Если дословно понимается. Ну, ясно, что так как-то не очень красиво. Поэтому понятно. Понятно, что фото не будет использоваться там в рекламе и так далее, и так далее. Так. Ну, и в принципе, больше здесь ничего такого нет. The other alternative to full endorsement and the gift launch is riskier for companies because it involves sending famous people their products as a gift. The danger lies in not knowing the fate of the gift if it has been received and, more importantly, appreciated. One occasion where it has worked was with a company that manufactures special pillows containing speakers that allow you to listen to your MP3 player. The company had heard about the England football players having trouble sleeping on long flights, so they sent the whole team pillows. Footballer Wayne Rooney had his picture taken, carrying the multipurpose pillow onto a plane. Soon after, one week later, the company was set to have shifted 80,000 extra units. Другая альтернатива полному задействованию знаменитостей для рекламы и бесплатной раздачи образцов более рискованно для компании, потому что она включает в себя посылку известным людям своих продуктов как подарка. Опасность состоит в том, что вы не знаете судьбы вашего подарка, был ли он принят и, что более важно, оценен. Один случай, когда это сработало, был с компанией, которая производит специальные подушки с наушниками, которые позволяют вам слушать ваш MP3 player. Компания узнала о том, что игроки футбольной команды Англии имеют проблемы со сном во время долгих перелетов, и они прислали всей команде подушки. Футболист Вайнруни был сфотографирован с такой, ну как сказать, многофункциональной подушкой на самолете, вскоре после этого. Через неделю говорили, что компания увеличила выпуск на 80,000 дополнительных единиц продукции. Вот так вот. Итак, что у меня здесь интересного? Здесь у меня, пожалуй, обратите внимание, еще здесь интересное выражение alternative to. В принципе, здесь ничего такого нет, но альтернатива чему-то. В русском языке предлога нет, а в английском обязательно должен быть предлог. Альтернатива к чему-то. Ну, вот так вот можно сказать. Но как бы то ни было, нужно всегда помнить, что если я говорю нечто такую подобную фразу, то мне обязательно нужно ту поставить. Далее. Ну, involves sending. Вот это интересное выражение. Значит, чего-то там предполагает посылание. This. Я немножко придумаю. Involves. Involves. Sending. И это будет переводиться как здесь требуется и дальше действие, которое требуется. Ну, посылка в данном случае. Я не буду говорить посылание, это некрасиво. Посылка. Но посылка – это в смысле процесс. Далее. Значит, продукции или товара в качестве подарка. Вот это S, S, точнее, в качестве. Или ACA – подарок. В качестве подарка. Далее. Ещё интересное выражение. The danger lies in. Опасность, если дословно. Опасность лежит в. Но если не дословно, то the danger lies in. Опасность в том, вот так вот это можно говорить, опасность в том, что. И дальше, в чём же, собственно, опасность. Обратите внимание, что после in у нас стоит герундий. И это вполне естественно, потому что после предлогов я не имею права поставить инфинитивы или что-то ещё такое. Далее слово fate. В принципе, слово fate, я думаю, многие знают. Но я напишу судьба. Судьба. Далее, что здесь ещё интересного? Appreciate. Вот это классное слово, очень, очень полезное. Appreciate. Оценить. По достоинству, как правило, оценить. Не просто оценить там как-то, а оценить по достоинству. Occasion. Случай. Иногда его переводят как повод, но здесь это точно не повод, это случай. Далее. Ну, в принципе, manufacturer-производитель. Pillow-подушка. Я не буду это писать, я думаю, и так ясно. Так. Ну, здесь ничего такого особенного. Having trouble sleeping on long flights. Flight – это авиаперелёт, кто не знает. Далее. Далее опять у нас causative form. Had his picture taken. Его сфотографировали, когда он нёс. Здесь нет слова когда, если дословно его сфотографировали несущим подушку. Вот это multi-purpose. Multi-purpose – многофункциональный. Это не обязательно о подушке можно говорить. Это можно говорить о чём угодно. Multi-purpose. Purpose. Многофункциональный. Так. Что у нас здесь ещё интересного? Дальше ещё одна интересная структура. Это complex subject. Здесь у нас вот подлежащее, вот сказуемое, и дальше у нас стоит инфинитив. Значит, говорили, начинайте всегда переводить с сказуемого. Говорили, что компания увеличила. А дальше время по вашему усмотрению, потому что инфинитиву всё равно. Далее увеличила. Shifted. Вот это shifted, если его посмотреть в словаре, то обычно это сдвинуть куда-то что-то. Но в данном случае сдвинуло на 80 дополнительных единиц. И, естественно, ну, здесь просто подразумевается, что увеличить. То есть увеличила выпуск. Увеличить выпуск. Вот это unit, это то же самое, что product. Единица товара. Единица товара. Вот таким образом. Такой вот интересный текст. Это была первая часть. Я обязательно сделаю вторую, поэтому, если вам это надо, смотрите дальше. Ссылка на вторую часть будет ставить в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.